Всем привет, с вами Вика, и судя по статистике, предыдущее видео про ЗНО вам очень понравилось. И так как многие просили сделать вторую часть, то тадам, вот эта часть. И в этом видео я вам расскажу подробно, по каким учебникам я занимаюсь, какими там техниками, методами пользуюсь. Также в конце видео я расскажу про полезные ресурсы для подготовки к ЗНО, поэтому, если тебе интересно, то продолжай смотреть этот видос до конца. И я надеюсь, это видео для вас будет полезным, и оно вам понравится, поэтому ставь палец вверх под этим видео, подписывайся на мой канал, если ты этого до сих пор еще не сделал. Также не забывай про колокольчик и уведомления, и смотри предыдущий ролик про ЗНО, я думаю, тебе он понравится. И без дальнейшей болтовни давайте начинать. И первое, и самое обширное, то, что есть, наверное, у всех, это вот такие вот желто-синие учебники для подготовки к ЗНО. У меня есть вот такой украинский язык 13-го года, потом у меня есть английский язык 16-го года, и также у меня есть 17-го года учебники по украинскому языку и украинской литературе. В первой книжке сборник тестов, а во второй остальная общая информация. Сказать, что эти учебники суперхорошие, я не могу, так как, по сути, это просто коммерческий проект, то есть они не дают той стопроцентной подготовки. И да, там есть много полезной информации, но сказать, что это то самое, чем я пользуюсь для подготовки, я не могу. Да, это хороший способ, но вот так вот. Потом у меня еще есть два сборника по украинскому языку и литературе. Есть вот такой вот довидник. Тут, в принципе, есть полезная информация, но не могу сказать, что она прям супер такая полезная, и ее комфортно читать. И мне, честно говоря, просто отдали после того, как подруга сдала ЗНО, поэтому, ну, имейте в виду. Также есть вот такой вот сборник тестов, но, честно говоря, там написано очень сложно и мудрено, и он не самое лучшее решение, но, опять-таки, я его не покупала, мне его отдали, поэтому вот так. Дальше, что касается украинского языка и литературы, то, конечно же, у нас есть пан Авраменко, который сейчас есть просто везде, и он делает сборники тестов. У меня, к сожалению, дома не осталось первого сборника, там, где есть вся информация, украинский язык и литература, также там есть тесты. И у него есть вторая часть, которая выглядит вот так вот, и здесь полностью формат ЗНО, то есть вот как все будет, и вот такой сборник я могу искренне рекомендовать. Он хороший, и он приближен к оригиналу, поэтому вот имейте в виду. Цвет обложки может в зависимости от годов меняться, вот у меня вообще 17-й год, в этом году они выглядят немного по-другому, но начинка остается та же самая, могут местами поменять какие-то задания, поэтому несущественно. И также от пана Авраменко у меня есть вот такая штука по литературе, мини-конспекты. На самом деле штука очень удобная, если надо быстро просмотреть что-то, поэтому имейте в виду, но у меня эта книжечка 16-го года, сейчас 18-й, то есть как бы что-то убрали из программы, что-то есть в программе, но основная часть, то, что не выкину, достаточно неплохо изложена. Что касается украинского языка и литературы, эти все тесты, книжки у меня были от знакомых, что-то я сама покупала, и это для самостоятельной подготовки, но так как я хожу еще и к репетитору по украинскому языку и литературе, то у меня есть две вот такие вот папки, где у меня здесь просто вот там, здесь у меня список литературы, тут всякие задания, различные темы, но это метод преподавания моего репетитора, поэтому я не знаю, что вам тут порекомендовать, но можно поискать, погуглить в интернете различные темы, если вам удобнее усваивать информацию в виде распечаток, то поинтересуйтесь у знакомых, у друзей, которые вам могут это распечатать, сделать, найти, дать, сфоткать, в общем, вы меня поняли, поэтому если вам удобнее по подобному типу распечаткам заниматься самостоятельно, без репетитора, то гуглите, распечатывайте все в ваших руках. Теперь давайте перейдем к истории. Если репетитор по украинскому языку и литературе занимается методом распечаток, то с репетитором по истории мы занимаемся исключительно по учебникам, поэтому у меня есть, соответственно, учебники с 7 класса, 8, 9, 10 и 11. А то, что было до этого, первисный лад, вот эти все неандертальцы, у меня в конспектах в тетради записаны, поэтому показывать тут особо нечего. Но для тех, кому интересно, по каким учебникам я занимаюсь, то для 7 класса учебник выглядит вот так вот, а потом для 8 он выглядит вот так, Ну а вот так вот выглядит учебник для 9 класса. Его было очень тяжело найти, потому что он 2000 года, но я постаралась и на OLX все нашла, поэтому имейте в виду, если вы не знаете, где купить какой-то ретро, так сказать, учебник, которого нет у вас в школе, то либо походите по библиотекам, либо же походите по разным книжным рынкам, либо же смотрите на OLX в интернете, там есть буквально все. 10 класс выглядит вот так вот, и 11 класс выглядит вот так. По мнению моего репетитора, в этих учебниках изложено максимально понятно и просто для ученика, для человека подросткового возраста, чтобы он вдуплил, что вообще происходит, и я вам смело могу порекомендовать вот эти книжки, если вы не знаете, по чем именно заниматься, касаемо истории, то вот. Также, чтобы больше практиковаться по истории, потому что положа руку на сердце это самый проблемный предмет для меня, я пользуюсь вот таким вот сборником тестов, они максимально приближены к оригиналу, конечно, это все коммерция, то есть это не от официального, это не от министерства образования, но эти тесты максимально приближены, и поскольку практиковаться нужно, то я считаю вот это вот оптимальным вариантом, здесь есть разные тесты, там и на множинный выбор, и просто, и на соотношение, поэтому из истории я рекомендую именно вот этот вот сборник тестов. Теперь давайте перейдем к английскому языку. Так как основное, что нужно для ЗНО по-английскому, это лексика, то у меня есть вот такая вот огромная тетрадка, и это уже вторая, которая является для меня словарем. Также, если вам интересно, и вы хотите узнать, какие слова должны быть на ЗНО, на официальном сайте на ДНЕПРТЕСИ, есть в корыстных документах, кажется, в полезных документах, там есть перечень слов, которые подразумевают уровень, по которому вы будете сдавать экзамен. У меня этих слов просто очень много, их учить безумно тяжело, голова просто уже начинает взрываться. Я никогда не ходила к репетиторам ни по какому предмету, и английский я учила хорошо на уровне класса, но когда я пришла к репетитору в начале октября, она мне сказала, что в конце этого семестра мы должны подтянуть и закончить все хвосты по B1, и за часть второго семестра мы должны полностью пройти уровень B2. Я занимаюсь по вот такому учебнику, по лазеру, точно такой же у меня был B1+, но распечатанного у меня его не было, то есть я фотографировала нужное задание у репетитора и дома делала, а для B2 я себе уже купила свой экземпляр. Также у меня есть печатная тетрадка, но я распечатала сама, поэтому показывать вам смысла нету. И сейчас этот учебник я уже закончила, поэтому для непосредственной подготовки для ЗНО сейчас мы занимаемся по Чойсису, там вот все просто точно так же, как в ЗНО, и я вам очень рекомендую. Также есть очень хороший учебник Get 200 баллов, он, по-моему, вышел только в прошлом году, и он направлен на ЗНО. Также хорошим учебником является книжка Real Life, так как она является базой, одной из баз, по которым пишут сам экзамен, поэтому имейте это в виду. Ну и основное, на самом деле, это лексика, лексика, лексика. То, что касается грамматики, здесь я вам могу порекомендовать Roundup, там очень хорошо изложена грамматика. Касаемо полезных каких-то ресурсов по украинской литературе, я вам настоятельно рекомендую канал Усэля ЗНО, там есть все произведения, которые входят в программу украинской литературы, и я там провисела весь год, я перечитала, переслушала очень много произведений именно из этого ресурса, потому что очень удобно, и там все по плейлистам распределено, там давняя литература, 20-21 века, в общем, очень удобно и настоятельно рекомендую. Также я вам рекомендую вот этот плейлист по истории Украины, там кратко изложена вся история, и для повторения очень полезно, и на самом деле помогает. И, в общем, вот так вот. Также у меня есть куча разных пробников и оригиналов по различным экзаменам ЗНО, которые я брала у своих знакомых и друзей, и на самом деле это очень удобно прорешивать, это очень помогает. Также есть онлайн ЗНО на официальном сайте, просто вбиваете в Google онлайн ЗНО, и вам там все покажут. И тоже я вам советую прорешивать, решать это все, потому что это очень полезно, и это очень нужно, особенно когда осталось так мало времени, нужна уже практика, практика, практика. Ну что ж, на этом было все, я очень надеюсь, что это видео для вас было полезным и интересным, так что поставь палец вверх под этим видео, напиши в комментах, какие экзамены ты сдаешь, и по каким учебникам ты занимаешься и готовишься. Ну а мы с вами увидимся совсем скоро в следующем видео. Сияйте, пока!